Сегодня наша дисконференция о реорганизации подразделений ПАО «Укртелефон» в зоне АТО. Представители местного самоуправления обеспокоены тем, что изменения организационной структуры телефонной компании могут привести к социальному напряжению на подконтрольных украинских территориях в Луганской области и негативно сказаться на техническом обслуживании. Так ли это, будем выяснить, с Микрилой Агласовым, секретарем Гусичанского городского совета, и Юрий Савченко, директор Харьковского филиала ПАО «Укртелефон». Миша, расскажите, в чем ваша стревоженность и на чем вы основываетесь, и что вас беспокоит, в общем-то? Городской совете поступила информация, в том, что предлагается сократить работников церкви номер 14 ПАО «Укртелефон», которые послужили сейчас в Луганской обмежной нашей треугольной. Конечно, у нас ситуация сложная связь с тем, что промышленные предприятия выставивают, крупного бизнеса нет, то есть либо это банкроты, либо это нету хозяйственной деятельности. Поэтому любое сокращение рабочих мест, конечно же, это у нас очень большой социальный ремонт. По статистике, на 1 января официально работающих среднеспечная численность 21 155 человек. Это при том, что у нас население больше всего 18 тысяч, и в порядке 25 тысяч переселиться. Поэтому очень часто состоят вопросы трудного свойства, и создали много рабочих мест. По нашей информации, которая была, что могут сократить 25 человек, из них 3 человека в отделе продаж, просили одни цели интернет, предлагается оставить одного человека, хотя бы им было 2. Интернет в отделах по линейным, по линейщикам и так далее. Дело в том, что у нас в большинстве 100 тысяч пенсионеров есть сокращение кассы программ-платитей, которые удобно будут платить, тоже негативно скажется. Когда люди обращаются в округ почты, отделение округ почты, там комиссия две грехи. То есть у нас была такая ситуация, когда Луганское энергетическое объединение УЛЭО за ветерами переплатило и собирало через эту округ почту, поскольку не было договора, тоже комиссия грехи на 50, поэтому это тоже у нас было очень такое социальное недовольство большое. Поскольку большинство городов 152 километра, поэтому большое количество сетей, и есть зона службы очень большая, поэтому есть основания, что может это поверять на качество и серьезность ремонта линии, которые побеждаются в настоящей мере больше, в частности, из-за ваганов, из-за метров, из-за трудных условий. Прежде всего мы хотели бы сегодня прояснить ситуацию, чтобы мы, чтобы жители, мы, как с полком государственной местной власти, помнили ситуацию, сколько отсутствует информации, об этом прождается в офис-прейнер, чтобы все-таки была доставленная информация, если бы вы хвост. Конечно же, по сравнению с нашей территорией, в том, что мы находимся на фактическом дневном ограничении, мы потом проводим временем на территории Украины, поэтому любые сокращения, любые оптимизации, они будут оставлены для основы, как воздача территории и т.д. У нас ситуация проблемная в связи с тем, что в прошлом году и в этом году мы разочислили отключение интернета, в связи с тем, что стрельбовалась часть электротеза в воде счастья, и у нас электротеза в воде счастья, и постоянные обрывы электропередач. В связи с этим у нас обеспеченные ручки мобильных операторов, у людей остается единственная связь с личным миром, и именем, который обеспечен компаниентом в качественной связи. Также сегодня проведем возникнуть в связи с тем, что у нас есть завод «Пролетарий», это район Пролетарск, улица Нечурина, улица, на которой проживают, там есть частного сфера, где несколько сотни обвинентов, то есть сегодня уже прошли годы они без связи, и, что я говорю, поселечники, сегодня будут переставлены завод, жарим, переставлены завод, вычислим для них операторов тоже в источниках. Поэтому у ТАТС, которая была на заводе, с которым транзитом шли выставки, может быть, она разрушена, никто ей не мотивит. Поэтому мы с этой проблемой сталкивались еще когда мы готовились к выборам. В прошлом году, когда у нас есть родные участки в школе, то есть мы не можем обеспечить эти участки телефонной связи. Это же есть проблема. Есть короткая наша просьба, которая вращается в следующем, в первую, сокращаемом штате, чтобы люди остались в каких-то местах. Второе, чтобы не понимали, как это была взаимосвязь с городским советом. Городскими властями у нас есть сад городского совета, есть газета городского совета, есть и ледня городская, в котором все эти документы можно освещать, и мы готовы на открытый диалог. И посмотреть возможность представления Микола Неполитарской АТС, чтобы моменты тоже желательно включились, и дальше обучались любого городского делега на связи. У меня все спасибо. Юрий Ильич, так ли это, и что действительно происходит в городе Лисичанск и в целом в Луганской области? Потому что, насколько стало известно, это подразделение Укрселекома передано вам в управление. Большое спасибо Михаилу за поднятые вопросы. На запросы звучат, значит, действительно они интересуют, интересуют население, интересуют наших клиентов, наших партнеров, органов власти. Давайте пойдем от большого к маленькому. В прошлом году в результате очень сложной ситуации произошла линия разграничения в зоне АТС. Значит, управление луганским филиалом осуществлялось из города Луганска. В определенный момент были нарушены нормальные режимы управления 15 цехами, и было принято решение передать эти 15 цехов на управление Харьковским филиалом. Мы с этой задачей начали работать где-то, наверное, на середине октября, и с первого года, когда пришел приказ, мы взяли под управление цехами. Ввиду того, что Харьковский филиал имеет совершенно иную структуру, чем луганские филиалы, и они, собственно, асимметричны, Харьковский филиал построен по структуре центров. У нас есть центры, которые объединяют группу линейных участков, станционно-линейных участков. Станционно-линейный участок – это, собственно, аналог цеха только без функции продаж. Вот цех в себя включает две структуры – техническую и продажа. И руководитель цеха отвечает наряду как за технические параметры, так и за показатели продаж и обслуживания населения. В структуре, в которой работают Харьковские филиалы, это структура функциональная, и она вертикально интегрирована. В этой структуре технические направления работают свои вертикальные, подразделения продаж работают своих вертикальных. И, собственно, межфункциональное взаимодействие на уровне районов тоже построено по своим реальным процессам, которые у нас в Харьковском филеале отработают, успешно показывают, что это модель действующая, рабочая. Она дает лучше результат, чем цеховая структура. При передаче цехов, что из себя цеха вообще представляет? Это руки, которые выполняют работу на местах. Ввиду того, что управление филиалом осталось на луганской части, то нам пришлось интегрировать цеха в структуру управления Харьковского филиала. Что мы сделали? Ну, прежде всего, нужно было добавить специалистов в управление Харьковского филиала для управления луганской частью. У нас для этих целей работ в вертикале продаж нам приехал сотрудник из Луганской области, который вошел в штат Харьковского филиала. Это работающий сотрудник в луганской части. И он возглавил в управление продаж и взял на себя курирование полностью 15 центрами обслуживания. По техническому направлению мы тоже предлагали сотрудникам воспользоваться, кто готов, переезжайте, кто бы предоставит рабочее место. Ну, к сожалению, такой вызов, в принципе, никто не взял. Но мы интегрировали это в существующую структуру без увеличения количества персонала и нормально хотели это направить. Мы создали два крупных центра. Первый центр, он совпадает с центром военной администрации. Он расположен в городе Северодонецк, это крупный коммутационный узел. В него вошли шесть цехов. Убежная, Лисичанск, Северодонецк, Кременная, Новый Айдар, Папаста. Из шести цехов соревновался такой мощный луган. И второй объединился до девять, ну, небольших, по своему, размеру русских цехов, ввиду того, что они расположены в сельских районах. Это логично было Староперский размещение. Он от столичного Луганского до Славовского. И протяженность по площади, конечно, это, безусловно, очень большая территория управляемая. Ну, ввиду того, что там населения очень мало, там действительно мало, коммуникаций там мало, но достаточно для того, чтобы обеспечивать население качество этого неусловно населения. Вот построив такие кусты, мы, собственно, начали процесс реорганизации вот этой части, чтобы получить абсолютную управляемость вот этих кустов в Луганской области. Мы построили, мы интегрировали все технические службы, все инциденты в диспетчерскую службу Харьковского филиала. Наряду с этим мы создали диспетчерское подразделение в городе Северодонинском. Вот на этом этапе мы сейчас находимся. Значит, по вопросу значительного сокращения персонала у вас прозвучали ужасные цифры, которые вы оторвете. На сегодняшний момент, когда мы пересмотрели всю структуру Луганской части, которая у меня в управлении находится, мы пришли к выводу о том, что мы в состоянии этим персоналом выполняем доставленные задачи, несмотря на значительное уменьшение количества клиентов. И по всей Луганской части у нас предупреждены о возможном сокращении всего 7 сотрудников на все 15 цехов. У нас есть свободные ротанции, но в новой структуре людям придется работать интенсивнее и выполнять, кроме тех обязанностей, которые они ранее выполняли, еще и смежные обязанности. Очень похожие на те, которые они выполняли. И видимо, может быть, людей отбуднуло, что объем работ будет более интенсивный и они не готовы в этих условиях работать. И они решили, собственно, расстаться с компанией. Как происходит реструктуризация процесса управления компанией? Прежде всего, в компании есть профсоюзная организация. Мы все действия наши, которые мы планируем произвести, мы в обязательном порядке согласовываем с нашей профсоюзной организацией. Есть особенность по Луганской области. Первичная профсоюзная организация расположена в городе Луганск. Поэтому цеховые организации не могут согласовывать эти действия с первичной профсоюзной организацией. И здесь спасибо председателю профсоюзу Куртелеком. Копехина лично на себя вызовала этот вызов и отработала со всеми цехами, согласовала с структурой, как мы будем меняться. То есть здесь уже цеховые органы нашего профсоюза отработали. Но первичная организация здесь по вполне объективным причинам не смогла участвовать в процессе. В процессе реорганизации происходит гласность. Сотрудникам рассказывают, что как будет, как разделяются вертикали, какие зоны ответственности будут, как будет происходить взаимодействие в вертикали, как будет происходить взаимодействие с управляющими филиалами, как будет происходить межнациональное взаимодействие, ну, допустим, между технической службой продажи, эксплуатацией зданий с вооружением, как это все будет происходить. Это все было проговорено, проговорено было, какие обязанности будут в новых условиях, возложенные на каждого сотрудника. И дальше каждый сотрудник решал, готов он выполнять свои обязанности, новые обязанности или не был готов. У нас есть коллективный договор. Согласно условиям коллективного договора сотрудники, которые не принимали решение о переходе в новую структуру, приняли решение остаться с контролем. У нас, естественно, текущаясь персонала, да, действительно она происходит. В этом случае они в основном убрали шесть укладов и по соглашению здорового предприятия. Ну, во всяком случае, мы проводили работу честно, ярко. Работать необходимо в обязанности тяжелые, временно тяжелые. У вас действительно обстановка отбора и напряженная. Теперь непосредственно к тем вопросам, которые вы конкретно по городу Весечанск-Пернякам. Значит, шестьдесят три человека. Мы планировали, что в новой структуре не найдут в себя порядка трех человек. Они просто не смогли занять предложенные родные структуры. Есть еще сотрудники, которые, посмотрев на эту ситуацию, решили воспользоваться коллективным договором, получили платные и души. Еще, к большому сожалению, мы не знаем, где находится один сотрудник. Он уже достаточно длительное время, нас не извещает о своем местонахождении. Но компания проявляет к этой проблеме очень большую лояльность, особенно название АТО. И сотрудников, которые отсутствуют по многоистинным причинам, их не уважают. Мы за ними держим рабочее место до момента ояснения причины отсутствия. Ну, в любом случае, будем считать причину отсутствия уважительной, и с момента, если он захочет приступить обязанности, быстро нужно жить. Это принято. К вопросу о функционировании, о качественном функционировании системы исследований. Если отфильтровать инциденты, которые связаны, те повреждения, которые происходят в результате боевых действий, то можно с уверенностью сказать, что функционирование системы связи происходит на высоком уровне. Луганская область интервирована в систему управления качеством хай-хайковского филиала. Мы ежедневно постоянно отслеживаем показатели качества функционирования сети. Более сейчас, с каким-какими проблемами мы на самом начальном этапе столкнулись. У нас было массовое столкновение. Я приезжал, встречался и замгубернатора, и мы решали этот вопрос. И вот могу констатировать факт, что июнь — это первый месяц, когда у нас не зафиксировано ни одного случая просто запору. И сейчас. За это вам большое спасибо за помощь, которую вы отказываете в одном вопросе. О качестве работы сети. У нас был один единственный инцидент, когда Луганская область осталась без интернета. Это было на прошлой неделе, когда в результате боевых действий был поврежден звуконаптический кабель. К сожалению, к месту устранения повреждения, мы смогли попасть только после того, когда нам охватировали безопасность наших сотрудников. Поэтому мы не можем здесь укороствоваться контрольными нормативами восстановления системы связи. Потому что жизнь сотрудников, жизнь людей — больше всего. обслуживания наших клиентов. Центр обслуживания клиентов у нас остается в городе и сейчас. Оплаты можно произвести непосредственно в центре обслуживания абонентов. Мы планируем еще добавить в Центр обслуживания абонентов платежный терминал, который нужно будет оплатить как услуги укрепителя кома, так и услуги других операторов связи. Мы сейчас уже на выходе работаем с банком, который будет поставить свои платежные терминалы в Урбанской области в ЦЕРМ. Это будет процесс происходить централизованным. По вопросу комиссионных оплат. Отлатить услуги укрепителя кома можно в любом банке, который принимает платежи. При этом комиссия зависит от того, заключен ли прямой договор с выкрутили кома или не заключен. Мы заключили прямые договора с Ощербанком и Приватбанком. И в этом случае, при наличии ПМД, все оплаты, которые проводят клиенты, там нет сверх комиссии. Комиссию за эти платежи потом оплачивают в Укртелеком со своим клиентом. В поле сейчас у нас есть возможность оплатить в Центре обслуживания абонентов без комиссии 8 отделений по счетбанка и 4 точки приема платежей Приватбанка. Это где нужно оплатить без комиссии. Укрпочта, то, что она берет платежи, я не могу комментировать, это, собственно, финансово прийти в компании. Но у нас есть возможность предоставить клиентам выбор. Вы можете оплатить на этих условиях, можете оплатить на условиях без комиссии. По Привителю и Новодружеству. Там есть отделение Ощербанка, там можно оплатить без комиссии. Можно оплатить и в отделении Укрепочты, но с комиссией. То есть клиент не оставлен перед безальтернативным путем оплаты. Что происходит с количеством клиентов? К сожалению, в очень непростое время количество клиентов падает. У нас в какой-то момент в Ленине было пиковое количество абонентов, порядка 17 тысяч. На это количество абонентов было рассчитано существующий штат. Это было еще, ну, гораздо ранее, наверное. На текущий момент у нас стоят до 10 тысяч клиентов. К сожалению, надо взвешивать эти цифры и понимать, что объемы работы, да, действительно, объемы работы пары. Когда мы принимали подразделения, в частности Лисичанские, у нас были огромные проблемы во время тех изобразий, которые происходили. У нас очень много было повреждений, кражи, просто вандальных повреждений. Когда мы взяли ситуацию в свои руки, мы ликвидировали все повреждения, ликвидировали все... Восстановили все карнии, которые были украдены и восстановили всю систему связи. Вот в качестве примера очень непростая... Мы ведем понедельный отчет и очень непростая прошлая неделя была. Она была трезапая, на ней много было... У нас менее медные проводные, длинную протяженность, не подвержены влиянию внешней среды. У нас было всего лишь 85 повреждений телефона за целую неделю. У нас есть норматив. Мы обязаны восстанавливать не менее 65% повреждений в течение первых суток после поступления заявки. Из 85 на 70 повреждений устранили в первые сутки. На вторые сутки мы устранили все остальное. Это по качеству. Если взять по повреждениях услуги интернет, то на прошлой неделе было всего два. Естественно, они в первый же день должны были решать работу. По проводному увещанию мы отрабатываем в маестральные повреждения. Мы их видим. А абонентские повреждения по заявкам абонента. Мы тоже укладываемся в восстановленные темы. К сожалению, могу констатировать, что количество абонентов проводного увещания у нас незначительное. Составляет на данный момент порядка чуть-чуть менее полтора тысячи лет. У нас 150 тысяч лет. Юрий Леонидович, это по Луганской области полторы? Нет, мы говорим о Алисеичанске. А, только Алисеичанске, да? А по Луганской области нет у вас пока данных, да? Ну, я могу более точнее. По радио не могу числить. Хорошо, но это… Ну, ситуация примерно одинаковая. Новые технологии вытесняют проводное увещание. У нас есть масса альтернативных источников получения информации. Хотя проводное увещание, оно удобно чем? Питание абонентских устройств происходит со стороны Укртелекома. Это ровно так же, как происходит и питание проводного телефонной связи тоже со стороны Укртелекома. Мы со станционной части питаем все телефонные аппараты в наших абонентах. Что еще могу отметить? Вот мы получили в управление Луганской области, мы сразу же начали восстанавливать связь. Кроме этого, мы начали смотреть на устойчивость системы связи. Как она работает? На устойчивость узлов связи, станции. Вот мы увидели, что самая слабая сторона была Лисичанской области. В том, что там были неиспалные аккумуляторные батареи. Мы связали на себя. Собственно, это не было запланированным действием. Мы нашли возможность и запланировали полностью комплекты аккумуляторных батарей, для того, чтобы на случай пропадания электроэнергии, мы в вашем очень большой пуст. Мы не оставили бы связи по причине того, что аккумуляторные батареи отработали сутки, отработали там часто. Тут неправильно. Мы это сделали. Хотя это не было запланировано, но мы понимаем, что это очень важно для того, чтобы в случае каких-то кризисных ситуаций, чтобы было управление населением. Ровно так же и сборные вещания происходят. Могу привести по Луганской области примеры очень удачного сотрудничества администрации с УКО. Телеком. Если мы возьмем Станично-Луганский район, то несколько недель назад там только восстановили электроэнергопитание. И все это время органы государственной власти, банки и система связи пытались от генераторов УКО. Мы поддерживали функционирование системы связи от наших источников питания. В ночное время на аккумуляторные батареи до утра в абсолютно нормальной системе связи функционировали. Начинался новый день, заправляли генератор и начинали работать. Начинали работать банки, начинали работать органы государственной власти. Аналогично происходило, когда были боевые действия по властным, точно таким же действиям, точно так же поступали. Мы очень хорошо принимаем ту социальную ответственность, которая на нас лежит и, наверное, очень ответственно к этому относимся. Кроме того, мы очень ответственно относимся к тому, в каких условиях работают наши сотрудники. Мы тех сотрудников, которые работают на устранение повреждений, особенно очень есть такие неразвлечения. Мы проводим им выплаты, выплачиваем материальную помощь, различные доплаты за особо важную работу, чтобы люди понимали, что внимание не оставляет их без внимания, их нелегкие и очень важные труды в этих условиях. Кроме того, у наших сотрудников были в результате обстрела были повреждены именно в домах. Мы с участием профсоюзной организации, с участием фонда и нотармета мы оказывали помощь этих сотрудников на основные домы. Это тоже очень важно. Наши сотрудники также работают и помогают штабам и нотармета для того, чтобы оказывалась помощь на эту территорию. — Юрий Леонидович, скажите, пожалуйста, а много людей ушло из компании именно в тех регионах, где активно ведутся военные действия? — Я могу ответить на ту территорию, не из цифр, а по той территории, которая пришла в мир управления. Более сотни человек, естественно, эти участия составили. В целом, у нас действительно есть сотрудники, которые мы просто не знаем, где они находятся, если со стороны официального военновления администрации, со стороны этих сотрудников не происходит. Через родственников и знакомых мы знаем, что эти сотрудники живы, здоровы, но не вылезы. — Испытываете ли дефицит в кадрах на этих территориях? То есть есть ли кому вообще работать и восстанавливать? — Да, есть, и цифры качества нашей сети показывают, что этого персонала сейчас достаточно. — Достаточно. — Ввиду того, что, кроме того, что персонал у нас уехал, у нас же, надо честно сказать, что очень много населения уехало, и они просто прекратили пользоваться нашими услугами. К сожалению, это факт. Мы этот факт принимаем, мы это понимаем, но объемы работ действительно очень сильно уменьшились. И мы пока не принимаем решения увеличивать количество штатов. Мы этим штатам справляемся. Мы стараемся никого не оставить за борту. Но работать нужно интенсивно, тем более, что обстановка именно на этой реке. Я хотел бы еще остановиться на одном важном вопросе. Мы также не оставили без внимания тех людей, которые решили покинуть Луганскую, Донецкую области. У нас был центр производственного обучения, где происходило… — Это где? — Это на Целиноградске. — В Харькове. — В Харькове. И мы приняли 49 переселенцев. Развестили и приводили эти помещения в общежитие. — Они по-прежнему ваши сотрудники, да? — Это не наши сотрудники. Это переселенцы из Луганской области. Там есть и наши сотрудники. В качестве примера нам привести, что происходит у нас. В Харькове тоже происходит, естественно, текучка персонала. Но объем клиентских базов здесь не претерпевает такие радикальные изменения. И в ряд должностей мы принимаем сотрудник бывшей коллекции. Сотрудника Укртелекома с других областных филиалов. И не только с Укртелекома на туристах. Других людей, которые желают работать в Укртелекома. На руководящей должности мы приняли 4 переселенцев из Донецкой области и одного из Луганской области. На рядовые должности у нас и в районах. Очень много сотрудников, которые приехали. В Данчане работают, но это важное время. Мы нашли всем им применение. Кто желает работать, мы уходим. Им работа есть. Наверное, я ничего не упустил. Давайте просто немного резюмируем и предлагаю. То есть, с одной стороны, то, что касается абонентов. Я думаю, что то, что вы реорганизуетесь и оптимизируете определенные процессы внутри компании, это не должно отразиться на техническом обслуживании. То есть, техническое обслуживание будет на должном уровне в этих городах и районах. Я имею в виду Луганской области. Правильно? И плюс очень интересует обслуживание. Обслуживание, наоборот, вы расширяете. То есть, абоненты могут заплатить в любом отделении Ощад и Приватбанка. Ну и Укрпочта, если они могут себе это позволить. Да. И плюс у меня такой вопрос. Понятно, что платежи они могут провести в банке, а вот сверху счетов, как это у вас происходит? Да. Количество центров обслуживания не изменилось. Их как было 15, так 15, собственно, и осталось. Это по территории Луганской области? По территории Луганской области. Тут здесь, с этой точки зрения, ничего не произошло. А с точки зрения, ну вот, несмотря на то, что там идут очень непростые действия, мы нашли возможность, запустили на Луганскую область новые условия. То есть мы смотрим, что эта услуга востребована, и там она тоже продается, и есть свои потребители. Потому что сейчас, ну, собственно, и с эфирным телевидением там тоже очень непросто. И получать услуги интерактивного телевидения по кабельным связям в этих условиях достаточно интересно. Скажите, можно ли, допустим, за городской телефон заплатить посредством интернета, то есть с карточки? Да. То есть за обычный городской телефон? То есть за обычную транзакцию можно заплатить с сайта, удобнее платить всегда с сайта именно для карточки. Там самая низкая комиссия, она буквально низкая для того, чтобы оплатить услуги. Для того, чтобы заплатить, каждый клиент каждый месяц получает счет. Там находятся все реквизиты, которые нужно ввести при платеже на карточку. Аккуративный счет, квизиты банка, на которые нужно направить свой счет, инфор, все предельно понятно, по-моему, оно интуитивно понятно, интерфейсы очень легко пристроить. Нужно всего лишь один раз настроить, потом регулярно эти платежи делать. Миша, у меня такой вопрос. Насколько вы активно взаимодействуете с подразделениями Укртелекома? Кто представляет Укртелекома у вас в городе? И почему такой диссонанс вышел, получается? Ну, видимо, здесь ситуация сыграла о том, что у нас город пришел на пенсию. Ну, посмотрел, что реализация, он, видимо, не увидел себя в этой структуре, я понял. Он пришел на пенсию. И остался там технический директор, который выполнил техническую часть. Может, это, это может и, ну, какое-то недопонимание. Сейчас, да, очень тесная взаимосвязь, потому что это и у нас АТС, и городской совет, очень часто и не выбивает, и из этих погодных условий часто мы обращаемся к Тулюком, и в деле местных выборов, мы тоже будем очень плотно взаимодействовать. Если у кого-то было и в прошлые годы, потому что у нас 48 взводных участков. Каждый участок должен быть оборудован не менее одним, а то и там, взводная комиссия, то и 2 или 3 телефона и факс, и так далее. То есть в этом плане очень плотное взаимодействие, потому что выборчиков, избирательный процесс, в открытых, это качество и проектированность и привыче информации, а у нас самый надежный пристучек услуга только Тулюком. Я думаю, что вот эта пресс-конференция, которая сегодня произошла, она, она, значит, не в сайте технического совета, она пойдет в интернете, то есть все, кто имеет доступ, могут посмотреть. Очень важно, что на все вопросы мы получили ответ, и мы понимаем, что происходит, какая идет изменение по структуре, какие изменения идут по взаимодействию с клиентами, и что это, наоборот, на благо людей, на улучшение качества и расширение перечня услуг, которые могут предоставлять в обществе Лисичанский. Поэтому вот эта открытость, эта возможность, и большое спасибо Храпористому Кризисному Центру, что дали такую возможность, что все-таки люди получат качественную информацию о том, что происходит, и чтобы не было слухов, не было кривотоков, чтобы люди четко понимали, что идет улучшение качества услуг и расширение услуг именно внимание культуры. Юрий Леонидович, скажите, пожалуйста, Вы говорили по поводу проводного радио, как дело обстоит в Харьковской области? Сохраняется ли число абонентов проводного радио? И я просто, насколько мы знаем, в деревнях очень активно используют этот источник информации. Все, что касается проводного вещания, то в целом наблюдается тенденция к сокращению уровня его пользования. Там сокращение, темпы сокращения уровня пользования проводным вещанием составляют где-то порядка 20%, может даже немножко более населенного пункта. к сожалению, с какими проблемами мы не сталкиваемся. У нас массовые хищения по кабельным линиям. Именно по проводному радио? Да. Потому что в некоторых случаях абонентские линии идут совместно в одних и тех же кабелях по одним и же трассам. Самый кричащий пример – это три недели назад у меня вырезали 16 километров 600 метров магистралию. Одной магистралию. Населенный пункт, то есть он оставался без связи, но вынуждены восстанавливать. Повредить очень легко. Но это, вы представляете, эта машина должна поделать к каждому столбу, который ориентированно через 40-50 метров установлены. Подняться, закрепить, натянуть провода, кислее спустить, опустить, снять сезон, плавность, переехать к следующему столбу. Повредить очень быстро. Останавливать очень легко. Это длительный процесс. Спасибо. Ну, вот, собственно, хищение, хищение на кабельных линиях связи – это тот пич, который запахли в СМУ Хайковскую область в последнее время. Мы с этим боремся, наводном, а тем не помогаем правоохранительными органами, но мы радикального изменения в этой ситуации еще пока не получили. У меня небольшое уточнение. Скажите, в целом компания заинтересована в проводном радио, или вы в тех рамках, в которых есть, его сохраняете, и все. То есть я просто не знаю, насколько вам это выгодно, поэтому уточните. Услуга, услуга окупаемая. Услуга, естественно, окупаемая. Она приносит доход. Во всяком случае, на моей зоне ответственности находится в Луганской части, Тайканский премиал, Полтанский, Сульский премиал. Она – доход. Количество клиентов, которые есть у нас, их много, они распределены, там, с концентрацией в городах. Практически все населенные пункты охвачены природные прощания. У нас нет недоступных населенных пунктов, с которыми очень трудно пробиться. так как на западной округе. Все охвачено. Конечно, ну, услуга, конечно, архаична. Она претерпевает естественный отток и естественное состояние его в этой аудитории. Мы поддерживаем функционирование этой услуги. Видим ли мы за ней какое-то будущее. Она не является драйвером просто у нас. Мы об этом должны четко понимать. Мы поддерживаем то, что работает, то, что приносит доход. Мы будем поддерживать. Угу. Это однозначно. Здесь тоже очень важно, допустим, на нашей территории. Почему? Потому что, да, тысяча абонентов осталось гораздо больше проводного радио. У нас, ну, инвентаризацию эту проводим в системе пообщения населения. Вот я, да, хотела спросить, радио что участвует, да? Есть, да, есть предложения, которые там сделать точки через интернет. Но, в конце концов, все-таки радио – это тоже существенное звено в этой цепочке, что в случае каких-то стихийных действий, членчайных ситуаций, членоверного характера или экологического, или, не дай бог, конечно, военных действий, чтобы мы могли обвести население о каких-то мерах безопасности. То есть вот эти проводные радиоточки участвуют в оповещении населения? Да. Это очень важно. Мы питаем все абонентские точки со стороны Укртелекома. У нас многократное резервирование по разным. Несколько вводов от разных подстанций. Аккумуляторные батареи, собственные дизель-генераторы. И мы, ну, мы очень живучи. И мы можем питать конечных абонентов ровно до этого момента, пока существует физически амметный. Ресурс. Радио, безусловно, его можно через интернет запустить для того, чтобы… Но если нет электроэнергии, да. Нет, нет, все. Здесь каждый должен, каждый остается хозяином своей судьбы. Есть у него источник бесперебойного питания или нет? Ну, в большинстве случаев надо дать честно перед собой ответить и сказать, что нет. Не каждый может себе обеспечить источник бесперебойного питания на свое жилище. Поэтому Укртелеком остается единственным надежным партнером администрации, государственной администрации. В общем, через эти радиоточки люди… Это самый надежный, получается, в случае какой-то техногенной катастрофы. Можно получить информацию, можно сказать, ищите радиальную точку для того, чтобы получать какую-то информацию извне. Надо отдать должное. У нас все администрации, которые у вас включили к администрациям, все работает в его области. Мы это ощутили за себе. Дополню, потому что, когда были боевые действия в прошлом году с 22 июля по 25 июля, активные боевые действия, когда не было, например, уродили насосные станции не было, централизованного водоснабжения, электроснабжения, транспортного транспортного водоснабжения. То есть, Куртелеком, когда бизнес-генератором, которые были, он обеспечивал качественную связь, и радиоточки работали у людей, и работала у командная связь, то есть, нужно было зазвониться, вызвать скорую, не работали лучшие телефоны. То есть, телефония работала? Я впервые сейчас почувствовал, что такое жить без телефона, имеется в виду… Мобильные связи. Мобильные связи, да. Потому что все операции, которые выставили на рынке Куртелеком, все их вышки, связи, они были все источники. Поэтому Куртелеком все поняли, что нужно возвращаться к Куртелеком. К архаичной системе все-таки, да? Возвращаться нужно самая надежная и самая доступная, как оказалось, в критической ситуации. Радиоточки уже, соответственно, важно очень цену в системе гражданской защиты населения, в частности оповещения возможных стандартных ситуаций. Миш, в связи с этим у вас может быть бум, вернее, на установку радио в городе? Ну, бума, наверное, нет. Нет, бума нет. Нет. Ну, я думаю, что вы где-то… Вот мы ощутили этот момент, что самая надежная среда – это ухо-хо-хо-хо. Люди живут надеждой на лучшее будущее. Мы отдаем себе отчет в том, что проводное обещание – это, собственно, услуга архаичная, но она меганадежная. Просто меганадежная. Здесь просто нужно понять, есть какой-то естественно необходимый уровень, на котором нужно эту услугу сохранить. И нужно отдать как бы себе и вам, и нам отчет в том, что эта услуга стоит денег, потому что мы ее питаем со своей стороны. У нас постоянные расходы на электроэнерги, как это думало, а они большие, изменяются тарифы. Здесь у нас регулируют, собственно, в этой услуге это энергопотребление. К сожалению, на каждую полватта, на каждую радиоточку нужно предусмотреть. Когда будет достигнут вот этот уровень естественной необходимости, наверное, вот это и будет, это услуга еще в этом виде просуществует еще какое-то достаточно длительное время. Потом придет какой-то продукт замедлитель. Естественно, будет продукт замедлитель. Хочется подытожить наш разговор. Все-таки будущее за новыми технологиями, но поддерживая старые, да? Да. Старые нужно сохранить то, что у нас есть, не разрушать ни в коем случае. Да. Я благодарна вам, что вы вышли к нам на площадку и озвучили, в принципе, важные проблемы. Можно распространять информацию для того, чтобы люди знали, понимали, куда идти и как этой информацией пользоваться. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.